Программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва». Максим Шевченко в студии, журналист, телеведущий. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. Человек, который отражает точку зрения ястребов Кремля, так как ястребов в Кремле большинство, я думаю, нужно знать, что они думают. Это Савик Шустер про вас. Примерно так написал в открытом письме. Я читал, да. Что произошло? Вот как вы понимаете? Я не отражаю никакой точки зрения ястребов Кремля. Я не общаюсь ни с кем в Кремле, не собираюсь в Кремль попадать, не лезу туда, в Кремль. Я бываю в Кремле только тогда, когда президент встречается с Советом по правам человека, членом которого я являюсь, раз в год. Еще раз бываю, когда президент встречается с Советом по межнацальным отношениям, членом которого тоже я являюсь. Поэтому все остальное — это фантазии Савика Шустера и всех остальных. Но закрыли Шустера из-за вас? Ну, формально, да. Это было три минуты. Я по скайпу был в его эфире многочасовом. И я отразил не какую-то точку зрения, не какого-то абстрактного Кремля, а просто сказал, высказал несколько позиций. Первое, что в Украине идет братоубийственная война, в ходе которой граждане Украины или люди, имеющие украинские паспорта, убивают друг друга. Что противоречит основному тезису киевской пропаганды о том, что украинская нация, сплотившись как один, сражается против вторжения российской армии и примкнувшего к ним отдельным криминальным элементам на Донбассе. Второе, я сказал, что на Донбассе при мне киевские войска, снаряды, прилетавшие из Песок из Авдеевки, убивали гражданских лиц, и что в Донецке, в Луганске, в других городах Донецко-Луганской области убиты тысячи гражданских артиллерии киевской армии, украинской армии. Это, очевидно, тоже не понравилось, потому что по официальной киевской версии там никого не убивают. Когда убивают, то это стреляет путинская, естественно, армия, которая прямо и сами ополченцы очень любят расстреливать свои дома и убивать членов своих семей. И третья позиция была, когда Лешко стал на меня там орать, что вот, мол, прекратите поставлять танки, пушки, торнадо. Я тоже, ну, я немножко сорвался, может быть, я ему сказал, вы Лешко, а он просто стал мою фамилию обсуждать. Как говорит человек с таким длинным прозвищем, значит, с такой фамилией Шевченко, то есть по их мнению, как я могу говорить такие вот вещи, что братоубийственная война, мол, да? То есть по их глубокому представлению, если у вас фамилия какая-то, вот украинская, например, да, то вы обязаны поддерживать все действия киевского правительства и не можете быть ему в оппозиции просто. То есть вот фамилия, это считаете, как вот вас барину приписали, такому, какой в Киеве сидит. Я ему сказал, что Лешко это ваше обычное хамство, обсуждать фамилии я вообще точно, ведь не знаю, какая у вас национальность и какая у вас фамилия. Лешко это польский. Ну так польский, это может, знаете, может, это еврейская фамилия, в конце концов. Он из себя строит украинского националиста. А может, он поляк. Потому что Лешко это поляк, значит, вообще. Польский даже. И поэтому, кажется, не вам меня критиковать. Я сказал, что я русский с украинскими корнями, люблю Украину, люблю Россию. И вас, говорю, Лешко на Донбассе считают палачом. Вы являетесь палачом Донбасса. В ответ Лешко стал там орать, просто что-то кричать, что это порушение закона, что ЦЕ порушение. И я заявляю. И сразу через 10 минут, когда меня уже вырубили из эфира, я продолжал смотреть программу в интернете, сказал, что ЦНЕ, брат, убийственная война, но потом заявил, что его сестра в Луганске воюет за Луганскую Народную Республику, за ополчение, сам себя опровергнув. То есть, конечно, сестра не брат, естественно. И можно сказать, что брата сестринская, но мы же знаем, что это братоубийственная война. То есть я не знаю, кремлевская ли это позиция. Я вообще не думаю, что это кремлевская позиция. Кремль все время метался между каким-то абстрактным русским миром и каким-то давайте помиримся. А я считаю, что там идет гражданская война. Я находился там с первых же минут, как она начиналась. Я пришел в Верховный Совет в Донецке на второй день после того, как его захватил народ. Я был в СБУ в Луганске на второй день после того, как его захватили отряды, которые в него ворвались с оружием повстанцев. Значит, Болотова, по-видимому, тогда. Я вот к ним пришел, и сутки у них было на второй день. Это все было на моих глазах. Я был наблюдателем на референдуме 11 мая. Я ездил туда постоянно. Я и в Киеве бывал до конца июня, когда они пытали Марата Саеченко и Антона Сидякина, журналистов Life News, мучили их там. И когда мне сказал там один человек, знакомый, что говорит, уезжай срочно, тебя пришли убивать. И я ночью прыгнул в машину, он там прислал своего родственника. Я через Белоруссию выехал в Россию. Потом я бывал на Донбассе. Поэтому то, что я сказал в эфире Лавик, то есть Савик... Шустер Лайф. Шустер Лайф. Савик Лайф. Шустер Лайф. Это не мнение Кремля. Максим... А это мнение Донбасса. И поверьте, мнение половины, как минимум, украинских граждан Востока. Люди пытаются читать между строк. Может быть, это какой-то сигнал. Вот 692-й. Зачем так подставлялся Шустер, дав вам эфир? Или он знал последствия? Да в этом не было ничего необычного. Вы поймите, что ничего такого экстраординарного... Еще раз, я не оскорблял украинский народ. Нет. Для многих экстраординарно. Если Максим Шученко... Я вам объясню, что случилось. Я вам поддержал... Я поддержал президента Порошенко. Вот можно посмотреть в интернете. Есть вот этот кусочек. Вы, наверное, его видели. То, что я сказал. Сегодня президенту Порошенко очень трудно. Как трудно всякому миротворцу, который в ситуации войны берет на себя обязанность заключения мира. Поскольку в обществе поднимается психоз, как бы войны, мобилизационный. И человек, который в этот момент подписывает мирные соглашения, берет на себя особую ответственность. И я видел, сказал он, как по украинской благосфере, я сослался на обозреватель ОА, какая там они опубликовали такой список, значит, типа, что пишут в соцсетях о Порошенко. Ну, писали о нем там очень плохо. Что он там предатель, негодяй, мерзавец и так далее. Я бы сказал, то есть вы сами определиться не можете. Но Порошенко прав. И я сказал, я желаю мира и прекращения этой братоубийственной бойни. Но вы следите за средствами массовой информации. Ну, не только вот за этой программой. Ведь на Украине после того, что произошло, много говорят о свободе слова. Там идет радикальная фашизация общества. Вот то, что я наблюдаю... Общество. Общество. Даже не пресса. Не, ну просто там идет уничтожение свободной прессы. Знаете, вот у нас, мы в России сталкиваемся с проблемами. Там на нас Роскомнадзор давит. Это в Украине меньше тоньше комаринового писка. Вот у меня есть знакомый на 112-м канале, в таком более-милее независимом канале. Который, кстати, сегодня вечером собирается все-таки показать. Показать, потому что там ребята принципиальные. Более того, они, многие там из них поддерживают АТО. Я знаю журналисты. Многие из них являются украинскими националистами, западенцами. Но они при этом, при всем готовы, готовы взаимодействовать. Не знаю, там искать какие-то контакты с Донбассом. Журналисты 112-го были аккредитованы, например, в ДНР. Единственные. Потому что они единственные, кто выводили в украинский телеэфир представителей ДНР и ЛНР. Значит, и так далее. За что их дико пинали. Как же можно давать голоса, понимаете, террористам? Я помню, что я и в России-то, когда вот была особенно вторая война, я всегда выступал за диалог с Масхадовым, например. Я понял, что с Басаевым диалога невозможно. Аслан Масхадов мне всегда казался очень вменяемым человеком, советским офицером, который только волей судеб вот так казался в такой ситуации. И вот, значит, 112-й закрывают. Пытаются закрыть. И я знаю, что ребята принципиальный будь стоять до конца. Этот канал раньше принадлежал Захарченко, контролировался министром внутренних дел Украины, что им пинают. Там во главе его разные очень такие нормальные люди, в том числе военные в прошлом, которые еще Советскую армию помнят, руководят. Очень успешный телеканал. Очень сильно развивающийся, сильно поднявшийся в рейтинге. Тут надо еще иметь в виду, что и Шустера, и 24-й канал, который принадлежит формально львовскому мэру, связывается с его именем. Ведь там каждый канал кому-то принадлежит. Поэтому это, возможно, не наезд из-за Максима Шевченко на Шустера, а появление Шустера, это значит укрепление позиции какой-то олигархической группы. Сейчас даже не могу вдаваться в детали, какой. То, что наезд на него шел из окружения Порошенко, стало быть, не Порошенковской группы. Но фашизация общества. Фашизация общества в том, что сжимается пространство свободы, и более жестким становится дискурс заверения всех в патриотическом и в национальном единстве, верности принципам. Вы уже не можете сказать, допустим, я осуждаю войну, да? Вы обязаны бы сказать преамбулу. Вы знаете, я поддерживаю наших бойцов в АТО, я считаю, что мы единая нация, даже если вы еврей с тремя паспортами, понимаете? И в гробу вы вообще видели весь этот украинский национализм. Вы не можете сказать вот там иначе. Я считаю, что террористы должны быть уничтожены, и вот только после этого вам будет позволено произнести, но я против войны. Это и есть фашизация. Настоящая фашизация. Мы это... Все это вот... Каждый, кто исследовал историю Германии или Италии, да хотя бы смотрел великий фильм «Конформист», понимаете, Бертолуччи. Помните по роману Альберто Моравио, как постепенно человек идет в согласие с этим со всем. И потом постепенно он становится стукачом, предателем и участвует в убийстве своего товарища по иным политическим мотивам. И он оправдывает каждое свое действие внутри себя. Максим Шевченко в программе «Пиджаки». Сейчас 17 часов 30 минут. Короткий перерыв. Будут новости, потом реклама, потом продолжим. Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 20 февраля, 17.36. В студии Юрий Будкин наш гость-журналист, телеведущий Максим Шевченко. Так, Степан из Вайтрана спрашивает. Да, можно писать через сайт, через Твиттер, через СМС-портал, можно звонить. Так вот, Степан из Вайтрана спрашивает. Вы говорили про 112-й канал. А в России есть его аналог? У России ситуация гораздо более свободная. В России есть вот, не знаю, говорит Москва, вы же можете критиковать правительство, критикуйте его. Вы же не всегда хвалите там, не знаю, вы же не боитесь Путина критиковать. Вы гостей приглашаете, которые критикуют Путина или Собянина. Хотя бы московская радиостанция «Эхо Москвы», там есть «Коммерсант-ФМ». Есть самые разные СМИ. В Украине ничего подобного нет. Свобода слова там прекратилась. Свобода слова там существует только в узких, достаточно узких рамках лояльности ныне существующему курсу. Я думаю, что Степан все-таки про телевидение спрашивал. В России аналога 112-го канала, в смысле, что независимый канал. Ну, в России ситуация несколько иная. Конечно, в России другая структура просто телевидения. Я думаю, что тут, Степан, вы правильно как бы подловили. В России каналов, принадлежащим частным компаниям, которые вообще могли бы как бы не зависеть от единой медиаповестки государства, наверное, что и нету сейчас на данный момент. Тогда дальше. Но есть интернет-каналы. 112-й же только ведь недавно стал телевизионным. Он до этого был тоже интернет-каналом. Есть там «День ТВ», есть «Дождь», в конце концов, который сейчас переместился в интернет. Есть масса независимых СМИ. Но Степан-то про другое немножко дальше пишет. Про зарубежных агентов. Про агентов влияния, которые так или иначе попадают в подобного рода средства массовой информации. Не понимаю, о чем идет речь. Такое агент и влияние зарубежное, это что имеется в виду? Шпионы, что ли? Сейчас модно ловить шпионов. Сейчас мать семерых детей оказывается шпионом. Конечно. Люди, которые, как я понимаю Степана, работают в интересах, к примеру, другого государства. Ну, я не понимаю. Во-первых, если человек не является военнослужащим, не имеет допуска к военной тайне, то он может работать в интересах любой компании или любого другого государства, которое его нанимает. Если при этом он не нарушает законов своего государства, то есть не пытается вызнать какие-то секреты, вызнать секреты, подчеркну, а не увидеть их в окно, когда эти секреты едут громыхая гусеницами мимо него, и передать их другому государству. Ну да, это нельзя. А думать иначе? А? Думать иначе? Думать иначе можно. Я выступаю за свободу слова. Я всегда был сторонником свободы слова, противником статьи 282, например. Я считаю, что в рамках свободного дискурса, свободной дискуссии была бы свобода, понимаете? Можно любую радикальную или маргинальную точку зрения на самом деле просто отодвинуть на периферию общественного сознания. Просто вот Юрий через сайт говорит Москва.ру, пишет, мол, пропаганда в России на уровне Украины настолько же серьезная. Хотя на нашей территории не идет гражданская война. Ну вот, смотрите, пример. Вчера вот я телемостом участвовал в программе Первого канала «Время покажет» днем. Там был Андрей Акара, который говорил и о том, что российские войска там в Донбассе. Ну, в общем, весь такой набор, как говорится, украинско-пропагандистский. Ему давали высказывать совершенно спокойно. Андрей высказывал свои тези. Я это слышал просто вот я и видел своими глазами. Его не выгоняли из эфира, и никто не предъявляет никаких претензий Первому каналу. Вот в Украине это совершенно невозможно. 569-й, это Абдул-Хамед спрашивает, а вы завтра на антимайдан пойдете? Я не хожу на митинги. Я вел все время митинг на Поклонный, когда ситуация в стране была критическая. На мой взгляд, это было принципиально так. Я не ходок ни на какие митинги. Ни на оппозиционные, ни тем более провластные. Но как вы относитесь к тому, что здесь, где нет Майдана, устраивает митинг антимайдан? Я отношусь нормально к мнению, к желанию людей устраивать любые митинги. Это их право, это обусловно Конституции. И поэтому хотите устраивать митинги против Майдана? Хотите устраивать митинги за Майдан? Хотите устраивать митинги за цирк на Цветном бульваре? Хотите за цирк на Воробьевых горах? Вы не идете на идеи, о которых... Я не понимаю идеи антимайдана. То, что я слышал, рекламу там нет революции, не допустим революции. Ну, а какая у вас конструктивная идея? Хорошо, вы не допустите революции. А что вы допустите? Что хорошее, что позитивное, а объявляется любая форма власти, что ли, существующая на территории России? Я с этим-то и сам абсолютно не согласен. Я считаю, что не Майдан был виновен в бедах Украины, а правящей элиты. Сейчас годовщина Майдана, и мы уже подробно знаем, в том числе Виктор Федорович Янукович рассказал во многих интервью, о том, что затеял Майдан не какое-то американское посольство, а Сергей Левочкин, глава его администрации, который в ноябре, это слова Януковича, а не, знаете ли, каких-то пропагандистов невероятных. А уж он точно знает, кто и как там все затеивал. Задача была отстранение Николая Азарова, который выступал за тесное сближение с Таможенным союзом и практически за вхождение в Таможенный союз, что било по карману серьезной группы украинских элит, как донецких, так и днепропетровских, кстати. Потому что большая часть промышленности того же Ахметова, его завода в собственности находится не на территории Донбасса, а в Италии, в Западной Европе, в Чехии и так далее. Так вот, Левочкин, он привел студентов, и по его же указанию полиция избивала студентов. Потом, значит, начался Майдан, спонтанный приход киевлян. Почему он начался? Потому что ситуация в государстве Украина была доведена до критической. И, честно говоря, социально-экономическое положение Украины было крайне тяжелое. Власть оторвалась от народа полностью. Образованная часть интеллигенции никак не влияла вообще на принятие решений. Власть сама создала такую ситуацию, когда возникли поляризованные, оппозиционные, разные друг к другу враждебные группировки, криминальные, по сути, которые сформировали определенные группы политических элит Украины. Потом сама же эта власть поддерживала в лице Левочкина и его группы, поддерживала вот так вот на полову этот текущий кризис Майдана. Не секрет, что партия «Свобода», тягнебога, страшного нациста, финансировалась Донецкими, Клюевым, одним из руководителей тоже партии регионов. Это вам расскажет каждый украинский эксперт, баломальский осведомленный. Зачем это дело? Чтобы тягнебог отбирал на Западе проценты у Тимошенко, когда она была опасна, свободу создавали именно для этого. А все эти бандеровщина, это, знаете ли, все тем, кто всерьез во все это верит. Потому что украинские правящие элиты ни во что в это во все не верят, поручают политтехнологам, а сами знают, это их вера искренняя, что все решают бабки и сила, что они доказывают на деле. Так вот, тягнебог Яценюк и Кличко, Кличко это никто, и звать его никак, просто какой-то боксер гламурный. Яценюк, да, серьезный человек, бывший глава Центробанка, который взяли в эту тройку, как именно человек, который признаваем был европейскими, в частности, финансовыми структурами. Вот их задача была убрать Азарова и отстранить от власти Януковича и его сына Александра, Сашу-стоматолога, так называемый, которые нарушили определенную систему договоренностей, в частности, нерешительно вели себя по отношению к общему тренду, который украинские элиты поддерживали, вступление в Евросоюз, ассоциацию с Евросоюзом. Поэтому целью вот Майдана, который затеял Левочкин, было именно то заключение соглашения Януковича с оппозицией о том, что в течение года Янукович уходит в отставку, проводятся выборы Верховной Рады и выборы президента. Если бы это случилось, то партия регионов получила бы большинство, поверьте, Верховной Раде, по-прежнему, а Левочкин стал бы президентом Украины. Но Батькевщина и часть фракции «Удар» и объединившись с ними группа Коломойского, представляющая еврейский капитал, братьев Черных, в частности, которых стоят за Коломойским, всегда стояли, которые просто активно создавали его присутствие экономическое там. А они поняли, что эта угроза для них достаточно серьезная, что если Донецким удастся переформатироваться и из пророссийской группы стать, так скажем, проевропейской у Брафазарова и Януковича, то тогда вот эти Днепропетровские, которые как бы политическим инструментом, которых была Батькевщина и «Удар», потерпят серьезное политическое поражение. И они пошли на фашистский переворот. Чисто фашистский. Именно тогда появляется «Правый сектор». «Правый сектор» появляется за неделю до Грушевского. Начинаются вот эти вот все эти дела. Снайперы, не снайперы, это уже все, как говорится, была попытка. Просто снайперы появились потому, чтобы нельзя было дать задний ход. После снайперского этого огня уже нельзя было опять договориться с Януковичем, потому что уже его типа в этом стали обвинять. Хотя я уверен, что Янукович никакого отношения к снайперам не имел. Абсолютно. Снайперы сделали невозможными договоренность с Януковичем. Снайперские огонь и «Небесные сотни». Но Майдан сам по себе это явление безусловно народного протеста против абсолютно криминальных, продажных, доведших Украину до гражданской войны правящих элит. И большая часть Майдана, поверьте, Донецкие, те, кто сегодня за ДНР сражается, были на Майдане тоже. Очень многие из них. Но сегодня эти люди сражаются в отрядах ДНР и ЛНР. Поэтому сама идея антимайдана, она, мне кажется, несколько ложная. Она как бы не проговаривает до конца. Понимаете? Хорошо. Буквально какая-то черная сотня получается. Пусть так. Тогда другой марш, который будет 1 марта. Антикризисный. Здесь и требования есть, здесь программа составлена. Нет там никакой программы, там главная программа это Немцов сам по себе. Поэтому с этими людьми все понятно. Это, понимаете, другая крайность, на мой взгляд. Ну, смотрите. Понимаете, одни говорят, что демократические требования народа, выражающиеся в том числе в справедливых, как бы, забастовках и акциях протеста, это неправильно, а другие призывают разрушить российское государство во что бы то ни было. Я считаю, что это 2 полюса. Истина лежит посередине. Но они ведь там говорят, что нужна судебная реформа. Они там говорят, что нужна... Ну, во-первых, судебная реформа в России проводится. Почему надо ее проводить по Немцову, а не по Медведеву? Кто гарантировал, что Немцов лучше проведет судебную реформу, чем Дмитрий Анатольевич Медведев и ее правил? А вы полагаете, именно Немцов стоит за теми, кто... Ну, он, по крайней мере, является одним из спикеров ключевых, понимаете, этого антикризисного митинга, если мы об этом митинге говорим. Правильно? Да, конечно. Ну, это люди нам хорошо известны. Это же не какие-то неизвестные люди. Если еще Навальный, по крайней мере, какая-то новая, понимаете, лошадка, на которую еще никто не ставил в политике, то это все, как говорят, старые кони, старые Мерины, сивый бред, которых мы слышали все 90-е и начало 2000-х. На 692-й просит спросить, мол, оппозиция, те, о которых мы только что говорили про 1 марта, они ведь согласились, мэрия им говорит, не в центре будете маршировать. В Марьино. Это провал, спрашиваю, 692-й? Ну, я вот ехал к вам, слушал там одну радиостанцию, Немцов хвастался, как великой победой и призывал жителей Марьино выйти на этот митинг. Да это и не провал, и не поражение. Это просто одно из элементов политического спектакля большого. Это оппозиция сама по себе, она же тоже связана с определенными кремлевскими какими-то властными элитами, которые ее разыгрывают. Это как вот в Украине, поверьте. Там тоже они разыгрывали, полагая, что смогут манипулировать толпой и площадью. В России, конечно, ситуация гораздо более устойчивая, потому что в Украине, в отличие от России, существует три типа капитала. В смысле, в России, в отличие от Украины. В Украине было только два типа капитала. Промышленный капитал и финансово-спекулятивный капитал. А в России есть еще чиновничий капитал. Чиновники, которые связаны с бюджетом, с рентой, но это миллионы людей, которые держат в своих руках помимо капитала еще печать и подпись. То есть некую такую сублимацию власти, сублимацию властных полномочий политических. Вот эта вот триада, она обеспечивает в России достаточно стабильное общество. А в Украине просто получилось столкновение в какой-то момент двух типов капитала, двух группировок, у которых разная природа капитала. Банков спекулятивный, это Днепропетровский и Коломойский с его приватбанком, крупнейшим и эффективнейшим, хорошим, реально вот хорошо выстроенным банком там. И там, не знаю, Донецкими, Криворожскими, условно говоря. Но проблема просто в том, что финансовый капитал... Но Донецкие и Криворожские по сути делали то, что вы называете у нас чиновничьим капиталом? Нет. Это не так совершенно. Это была абсолютно коррумпированная система, и просто чиновниками становились те, та братва, которая на этот момент как бы садилась в кабинеты. В России, благодаря там Волошину, Суркову потом, безусловно, чиновничий аппарат абсолютно эмансипировался от типов капитала, от многих. Стал абсолютно самостоятельной вертикалью. Вот эта вертикаль, она, конечно, является фундаментальным, скажем так, моментом устойчивости российской политической системы. Еще два вопроса по сегодняшним заявлениям и сообщениям, а потом звонки наших слушателей. Сегодня писатель Проханов сказал, что ополченцы, которые сражаются на юго-востоке Украины, продолжают подвиг советских солдат и потому могли бы участвовать в параде победы. Как вам эта идея? Ну, я очень люблю Александра Андреевича. Я во многих позициях я с ним как бы схож. Я все-таки считаю, что, ну, да, есть момент, конечно. Это антифашистская борьба. Борьба, безусловно. Потому что, к сожалению, фашизм сегодня на стороне сил АТО. И силы АТО мобилизуют население на войну против Донбасса с помощью фашистских лозунгов. Нация, национальная исключительность, борьба с заразой, там, востоком, противопоставление чистых киборгов, там, сверхчеловеков, нечистым, недочеловеком, ватником и гоблином там, которые воюют, по их мнению. Там парад победы, значит, есть победа. Ну, во-первых, победы есть. Дебальцева — это победа. Пусть не такая ослепительная, как Иловайская победа, но это победа все равно. Понимаете, это десятки или сотни, кто-то говорит, взятых там единиц бронетехники, на которые можно отремонтировать и дальше двигаться в бой. Это десятки стволов тяжелой артиллерии. И все такое прочее. Поэтому победа есть, но я бы тут, честно говоря, не включал бы так сильно. Я бы провел бы парад победы в Донецке, в Луганске. И я думаю, они там будут проведены, безусловно. Я уверен практически в этом. А дальше посмотрим. И теперь Александр Бортников, глава ФСБ, сегодня сказал, не здесь, не в России, в Соединенных Штатах. Он сейчас на специальном совещании по поводу борьбы с терроризмом. Он сказал, что более 1700 граждан России воюют за ИГИЛ. И он говорил о том, что можно рассматривать во всяком случае вариант, когда за намерение присоединиться к ИГИЛ могут начать отбирать паспорта. Я считаю, это нарушение конституционных прав за намерение что-то такое отбирать. Если у вас есть, что предъявить, то заводите уголовное дело, предъявляйте статью, а дальше начинайте юридическую процедуру. Давайте человеку адвоката, прокурора, и давайте это самое. А так отбирать паспорта, лишать гражданства, без решения суда, это, я считаю, абсурд просто. Но вот эти 1700 человек... Понимаете, отобрание паспорта может быть только по решению суда в следствии доказательства, во-первых, определения у человека преступного замысла, собирания фактологии преступных действий, которые ему позволили осуществить или не позволили осуществить, потому что наличие преступного замысла и даже недостижение его результатов все равно является преступлением. Вам скажут, что при нашем суде он, конечно, примет эти доказательства. Это разные совершенно... Это разные вопросы. Я тоже считаю, что у нас несовершенный и суд, и следствие. Понимаете, следствие использует зачастую недопустимые методы, но не всякое, кстати, следствие. Бывают следователи, особенно в Москве, которые все-таки стараются соблюдать какие-то уголовно-процессуальные нормы, стараются. Поэтому нет другого пути. Если вы сейчас сгоряча разрешите снять юридическую процедуру, завтра это в отношении вас обернется тоже. Поймите, не поддавайтесь тут пропагандистским клише. Да, я считаю, что участие в террористических организациях это преступление. Но так докажите это. Фактологии. Докажите это, не знаю, с помощью оперативного наблюдения, с помощью следственных мероприятий, а не просто на вопрос человека. Поддержишь ли ты ИГИЛ? Да, мне нравится ИГИЛ. Все, отбирается у него паспорт и сидит дома. На каком основании? Вот эти 1700 человек, насколько можно верить в эту цифру? Ну, я не знаю, а у нас есть какие-то иные источники, кроме руководства ФСБ. Кому еще можно верить? Если руководство ФСБ, ну, разные люди совершенно. Мы знаем, там и актеры какие-то были русские, причем по национальности. В основном, конечно, это выходцы из исламских регионов, из Северного Кавказа, из Татарстана, из Башкирии. Ну, по мне так, чтобы они там и оставались. Но эти люди, что их заставляет туда ехать? Есть какой-то... Романтизм, идеализм, пропаганда, которой они подчиняются. Им кажется, что ислам является угнетенной религией, и что там идет борьба за освобождение ислама из-под власти неверных, из-под власти колонизаторов, что там возникает возможность устранения антиисламской бюрократии, которая является представителями колониальных держав. В Великобритании, Англии, это не ИГИЛ является марионеткой США, а это правительство в Багдаде является марионеткой США. А тут, прямо скажем так, немножко наша пропаганда как бы смещает акценты. Вообще, в ИГИЛ есть достаточно сложная конструкция. Путин об этом говорил, на Валдай, между прочим, поэтому я не знаю, что так упрощать. Террористы, террористы. Основу ИГИЛ составляют бывшие баасистские офицеры Саддама Хусейна, так же, как основу Талибан, бывшие халькисты. Вот я в Кабуле встречался с Шахнавазом Танаем, бывшим главой генерального штаба Афганистана, но он является создателем военной структуры Талибан. Ну, что дурака-то валять? А он, говорится, халькист, коммунист в прошлом, там и так далее. Сам сказал мне лично при встрече, что многим идеалам до сих пор верен и все такое прочее. Там в ИГИЛ совпали несколько линий, три составляющих есть. Первая, это, собственно говоря, баасисты, которые мстят оккупантам за уничтожение их родины, суниты. Суниты унижены и сегодня слой в Ираке. Власть принадлежит шиитам и курдам, а суниты играют третьестепенную роль, а такого никогда не было. Суниты всегда владели Ираком, несмотря на определенные, на то, что на территории Ирака находятся священные шиитские места, Кербелай и Неджев. Неджев и могила Али, в Кербеле могилы имама Хусейна. Значит, сына. Сына Али, внука пророка. Но при этом суниты всегда были правящей элитой. После свержения Саддама Хусейна и отстранения тикритского клана суниты внезапно оказались вообще ненужной, а это большинство населения Ирака, третьей силой, которая преследовалась. Более того, сунитские территории подвергались постоянным бомбардировкам, ударом. И поэтому, естественно, если долго бить самое миролюбивое существо, оно и то будет огрызаться и превратиться в людоеда. Так что тут то же самое. Тут совпали интересы как в гражданскую войну, когда красные сотрудничали с махновцами в войне против белых, например. 493-й просто пишет, за что же они безогидных коптов-то убивают? Да еще так масса. Ну, во-первых, это пропаганда. Во-вторых, никаких коптов в Ираке нету. Ну, в Ираке-то нет. Не слушайте ерунды, копты живут в Египте. Потом христиане, честно говоря, это американцы повесили Тарика Азиза, который был христианин и который был министром иностранных дел Ирака. Потом я вас уверяю, что многие христиане воюют из-за ИГИЛ тоже, потому что для них это тоже является фактором национально-особорительной борьбы. Не верьте пропагандистским ресурсам. Все не так, как вам пытаются представить. Еще неизвестно, кто снимает эти ролики с отрезанием голов. Еще, я думаю, это рано или поздно тоже мы и исследуем. По крайней мере, там есть точно фактор иракской национальной национальной борьбы против оккупантов. Такой союз между исламистами и баосистами. Там есть вот эти вот приезжие, которые туда едут, конечно, с такими романтическо-террористическими революционными целями. Европейцы, наши. И третий фактор это ну вот, значит, баосисты, исламисты и вот эти вот приезжие. Ведь ИГИЛ не так, чтобы сильно воевала против Башара Асада на самом деле. Более того, ИГИЛ начало с того, что отрезал голову руководителям Джабата Нусра. И вообще салафиты очень сильно против исламского государства. Основной удар исламское государство направляет сегодня против Иордании и против Саудовской Аравии. Именно тех государств, которые были врагами баосистского Ирака и были одними из инициаторов свержения режима Саддама Хусейна. Дали, по крайней мере, базу американской группировки. Поэтому и ИГИЛ, поверьте, это очень сложная конструкция. 7373948 все-таки, может быть, пару вопросов. Может быть, только один. Слушаем вас. Добрый вечер. Приятно с осведомленным человеком послушать. Скажите, правильно ли я понимаю, что на Украине все влияющиеся разборка советских времен между Донецкими и Днепропетровскими. И туда припахивают серую крестьянскую массу с Усульщины и прочего Запада. Вы правильно понимаете, это началось в момент того, когда внутри Донецких начался раскол. Когда Левочкин, когда часть Донецких решила переметнуться от, ну, скажем так, тренда, который определял Азаров, да, и Янукович в чем-то, на сотрудничество с Западом. Потому что Донецкие давно разместили свои капиталы в Западной Европе. И вступление в ЕС для них было бы достаточно выгодным. То есть, они это начали, и Днепропетровские в этот момент, после того, как Тимошенко сидела в тюрьме, были сильно ослаблены, но Майдан дал им шанс реванша. Днепропетровские объединились с еврейской группировкой, это не критическое, это просто вот описание сути группы Коломойского. Да, это еврейский капитал, Коломойский глава союза еврейских там организаций Европы. И вместе они явили серьезную силу, которая смогла донецких, которые ослабили сами себя, раскололи свои ряды изгнанием Януковича, на самом деле, и провели абсолютно беспомощный и вообще идиотский этот съезд элит Юго-Востока, показавший слабость и неспособность там Добкина объединиться с Тарутой, Януковича объединиться с Ахметовым и так далее. Они стали объектом экспансии. То, что происходит, это попытка Днепропетровско-Коломойской группировки, скажем мягче, захватить, конечно, ресурсы Донецка, а оставить там Ахметову что-то, Тарути что-то лояльным. Но в остальное забрать себя. Максим Шевченко, журналист и телеведущий, был сегодня в программе «Пиджаки» на радио «Говорит Москва». Я благодарю вас. Спасибо. Продолжение следует...